Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим путешествие по книге Ти-Лим. У нас сегодня 14-й псалом. Небольшой, очень проникновенный псалом, рассказывающий о достаточно трагических событиях. Что говорят Каббала и древние книги? Первое, этот псалом читают при опасении, что кто-то клевещет за твоей спиной, или же не верит тебе тому, что ты говоришь, не верит сказанному, что все вы говорите правда. Вот в этом случае обычно читают этот псалом. Вообще, когда человек чувствует, что что-то происходит, как говорят, за его спиной, этот псалом очень положительный. Вообще, написано, что в других книгах читают этот псалом, когда боятся, что будут злословить, что это то же самое, только это уже книга Шемуштигалим, что не поверят ему. Есть еще толкование о том, что это молитва о спасении, опасение, точнее, что тебя не услышат. Когда человек хочет что-то сказать, когда человек хочет какую-то истину донести, и он понимает, что вот как бы, ну, от стенку о горох он не слышит. Читают этот псалом и обычно это помогает. Дело в том, что в этом псаломе Давид видит разрушение храма, который он только собирается возводить. И поэтому этот псалом во многом связан со страхами. Его читают, чтобы обрести защиту против злых и дурных людей, против врагов. И написано в книгах, что под большинством мнений это песнь пророчества. Поэтому, видя, что какие-то препятствия, что будут какие-то сложности, вот предчувствуя какие-то проблемы, читают этот псалом. Я уже говорил, что его читают, если боятся, что тебе не поверят дома или на работе, когда ты что-то говоришь. Потому что этот псалом, как бы, ну, пробивает чуть-чуть дорогу. Еще он помогает тому, чтобы люди сами не боялись того, что им не поверят. То есть помогает обрести уверенность в себе какую-то. Для тех, кто имеет физических и духовных врагов, говорят, что если ты боишься, что они тебе что-то сделают, и чувствуешь, что тебе это мешает, берут какую-то новую посуду, идет к водоему, набирают воду. Семь раз молча все это делать. Надо идти молча, ни с кем не разговаривать. Говорит книга Кобылы. Вернуться назад, семь раз прочитать этот псалом на этой воде. Написано, что хорошо и вылить эту воду у дома твоего врага, и помолиться, чтобы этот враг не мог сделать тебе, нанести какой-то вред. Раф Яковов еще ссылается на древнюю книгу, говорит о том, что если человек испытывает страхи большие, то он берет мешочек маленькой соли, читает сначала теглим. Это обычно делают в четверг вечером. Пристегивает, прикладывает, я знаю, как там, пришивает к одежде. Утром берет эту соль, высыпает ее в воду, когда моют руки, и говорят такие слова, что как эта соль обмывается водой и уходит, так пусть уйдут все мои страхи и враги. Это делают три раза. В четверг вечером, в пятницу вечером, и в субботу не делают ни в коем случае, и уже в воскресенье то же самое, Маце и Шаббат присылают, и в воскресенье заканчивают три раза. Ну вот, в принципе, все сгулот, которые существуют по 14 сгулоте, Брахава Ацлаха, псалом небольшой, но очень проникновенный такой, прочтите, пожалуйста. Все будет хорошо, Брахава Ацлаха.